Первым пунктом в рабочей поездке Владимира Жука стало посещение здания поликлиники, которое скоро откроет свои двери в микрорайоне Зеленой аллеи. Экскурсию для депутата Московской областной думы провела заместитель главного врача ВРКБ Елена Зинатулина. Какие сроки были установлены? На долг, значит, мы проговорили с застройщиком, нам обещают все, завершить все недоделки, вот эти замечания устранить до конца августа. До конца августа? Они отметили, что некоторые помещения не соответствуют необходимым нормам. В частности, все режимные кабинеты не были отделаны кафельной плиткой. Отсутствовала и часть необходимых коммуникаций. Застройщик учел все замечания, и сейчас врачи уже смело строят планы на будущее. Необходимое количество сотрудников уже набрано для данной поликлиники. С нетерпением ждем сдачи данного помещения в Видновской районной клинической больнице. И далее мы начинаем с нашей стороны оформление необходимых документов и пригласим всех жителей на открытие данной поликлиники. Площадь помещения поликлиники 900 квадратных метров. Она рассчитана на 100 посещений в день и будет работать с 8 утра до 8 вечера в две смены. Владимир Жук отметил, что жителям микрорайона будет удобно пользоваться этим лечебным учреждением. Помещение отвечает всем нормам, которые сейчас существуют. Потолки высокие, светлая отделка, очень удобно, логистика хорошая, навигация, я вижу там, мониторы, все надписи. То есть человек пришел и все поймет, что куда идти и что нужно делать. Следующим пунктом поездки депутата стало посещение детского сада и школы в жилом комплексе «Май». Здесь к нему присоединились председатель Совета депутатов Ленинского городского округа, руководитель фракции «Единая Россия» Станислав Фраченко и начальник управления образования администрации округа Наталья Киселева. 1 сентября школа откроет свои двери и к этому все готово. Застройщик своевременный объект сдал, оснащение, которое необходимо для образовательного процесса, все уже получено в процессе расстановки по местам. То есть к 1 сентября все будет готово и мы сможем принять детей уже к учебному процессу. Особенность школы и детского сада в ЖК «Май» в том, что это один большой комплекс. Его строительство началось в 2014 году. Дошкольное учреждение рассчитано на 200 детей, столько же смогут посещать школу. Увиденным гости остались довольны. Дети в гораздо более комфортных условиях начинают учиться, тем более, что здесь и застройщик не подвел. Достаточно все качественно проведены все работы, подобран уже, как я знаю, весь коллектив. Все готовы у нас к встрече наших ребят. 1 сентября будем торжественно открывать эту школу. После посещения социальных учреждений Владимир Жук отправился в поселок Володарского, где встретился с местными жителями. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.